Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Бабанская Алиса Мирославовна. Я представляю Томский государственный университет систем управления радиоэлектроникой. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как легко и быстро озвучить свою имеющуюся презентацию, созданную в программе Microsoft Powerpoint. А также я расскажу вам о том, что нужно учитывать при конвертации презентации в различные форматы. Наверняка у всех у вас в своем педагогическом багаже есть заготовленные презентации Powerpoint. Для того, чтобы сэкономить свое время, время студентов на проведение вебинаров, видеоконференций по вашим имеющимся презентациям, я рекомендую их взять и озвучить. Что для этого нужно? Открываем свою заготовленную презентацию. Переходим в меню «Показ слайдов». Нажимаем кнопку «Запись показа слайдов». Начать запись. Запись началась. Итак, обратите внимание, в левом верхнем углу у вас появилось окошечко проигрывателя. И время на озвучивание слайдов. Для того, чтобы озвучить следующий слайд, мы нажимаем клавишу «Вперед». Озвучиваем следующий слайд. Обратите внимание, что первый счетчик у нас обнулился, поскольку он показывает время записи текущего слайда, а второй счетчик показывает время записи всей презентации. Вы можете нажать на паузу, отдохнуть. После того, как вы закончите с презентацией, необходимо этот проигрыватель закрыть. Нажимаем кнопку «Закрыть». Далее. Обратите внимание, что перед вами появляется вся ваша презентация. Те слайды, которые вы озвучили, в правом нижнем углу содержат знак «Громкоговорить». После этого, как только вы прослушали и вас удовлетворяет ваша запись, необходимо сохранить этот файл. Файл «Сохранить как?». Желательно файл переименовать, назвать его аудиолекцией и сохранить папки. Обратите внимание, что сохранить нужно тем же типом файла презентация PowerPoint. Почему? Я расскажу об этом чуть позже. Ваша озвученная презентация готова. Я провела эксперимент. Мне было важно понять, каким образом лучше сохранять свою презентацию в видеоформате или в озвученном формате. Итак, на входе у меня была презентация, содержащая 24 слайда с большим количеством картинок. После ее озвучки в программе PowerPoint время аудиодорожки составило 31 минут. Я сохранила ее в том же самом формате. Презентация в PowerPoint. Давайте сравним. Итак, презентация, оригинал презентации, размер ее составлял 5,5 МБ. Конечно, озвучивать презентацию нужно те, в которых мало текста или вы хотите принести основные. Это в первую очередь. Мы привыкли пользоваться PDF-файлами. Это очень удобно, если вы решили по почте студентам отправить свои файлы. Это самый маленький размер. Озвученная презентация в программе PowerPoint тем же самым расширением стала, обратите внимание, весить 60 МБ. Увеличился размер файла, но не столь критично. Конечно, такой файл по почте вы не сможете передать, но прикрепить его в свой электронный курс, например, в систему Moodle, либо разместить его где-нибудь на облачном виске и передать ссылку студентам вполне можно. Но, когда вы передаете студентам этот файл, конечно, предупредите их о том, чтобы они случайно не удалили значки громкоговорителя и проектователя. И для того, чтобы они могли прослушать свою презентацию, им нужно перейти в режим показа слайдов. Конечно, это самый эффективный способ озвучки в точке зрения размера файла. Но в этом случае слайды не защищены от плагиата. Студенты будут видеть их в оригинале. Я попробовала сохранить этот же файл, озвученный, но в другом формате, в формате аудио-видео файла. Обратите внимание, после конвертации, которая заняла у меня порядка 40 минут, размер файла моей получасовой презентации составил почти 1,3 гигабайт. Это огромный размер. Не каждая система Moodle позволяет загружать подобные файлы. Более того, даже если у вас ваш системный администратор разрешил вам загружать, допустим, 2 гигабайта, один файл в электронный курс, то вы просто будете терять время на то, чтобы его загрузить. Конечно, такой формат видеофайла, он очень эффективный с точки зрения защиты от плагиата, но это очень тяжелый файл. Кроме этого, я попробовала записать эту озвученную видео лекцию через скрин-кар. Размер файла составил гораздо меньше, чем в предыдущем. Но, да, и конвертация в видеофайл заняла примерно 9 минут к моей получасовой лекции. Но, если вы все-таки имеете ограничения в системе Moodle по размеру загружаемых файлов, очень часто системные администраторы ставят ограничения на 500 мегабайт, а это получасовая лекция была, то можно использовать, например, загрузку, конвертацию не в видеофайл, а загрузку на YouTube канал. или какой-то другой видеофостинг. После этого передавать ссылку на эту видео лекцию своим студентам. Для того, чтобы вы могли, например, загрузить файлы меньшего размера в систему Moodle, лучше, конечно, дробить свою записанную лекцию на мелкие видео по каким-то темам раздела. не более 15 минут. Обратите внимание, что, конечно, вот этот файл, 30-минутный ролик, на YouTube не загрузится, поскольку там есть ограничения до 15 минут в видео. Поэтому это очень тяжелый файл, но, однако, имеет эффективный способ защиты от стадиата. Мои рекомендации. Для длинных лекций используйте отзвучивание презентации, которую я показала в начале видео, и формат сохранятия в презентации Powerpoint. Если ваша презентация короткая, менее 15 минут, то можно записывать в скринках или подкаст аудиофайлы. Желаю вам успехов, дорогие коллеги!